Свет, плечите, пожалуйста. Свет, плечите, пожалуйста. Да, да, да. Нет, ну как было, сделайте, поменяться получится. Вот как было, ну что? А вот так было, вот так, вот так было, да. Вот все горит. Да, больно. Итак, я представляю... Чуть меньше сюда сделайте, Свет, сейчас вот. Вот, вот так. Подай мне тебе вижу. Мне нужно видеть, с кем я буду. Я представляю вам великую женщину. Красавица, заслуженную деятельность Российской Федерации. Великую женщину не должна находить конкурент и вести... Аплодисмент. Далее по летоскому искусству с мировым именем. Режиссер Вероника Александровна Косеркова. Значит, просьба ко всем. Ну, во-первых, всем, кто пришел, я очень рада. Еще можно притушить это, чтобы это было не слепило меня, но чтобы я была людям видна. Еще притушите вот эти вот. Еще притушите вот все. Вот чуть-чуть, чтобы я была чуть лучше видна. Вот так хорошо вам сейчас? Еще поменьше, 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 поменьше. Еще. Спасибо большое. Ну, что, соображаю. Так, вот, хорошо. Значит, я рада тем, кто пришел, потому что, говорят, сын за отца не отвечает, так же прибывшие не отвечают за опоздавших. Но у меня вам просьба, чтобы вам было виднее все это дело, и чтобы вы могли больше получить сегодня, все садитесь вот сюда. Вот там не сидите, вот эта вот компания. Пересядьте вот сюда или сюда, пожалуйста. И дамы, которые там сидят, там я вам не позволю сидеть. Садитесь вот сюда, пожалуйста. Вот, спасибо большое. Это к вам тоже относится, мадам? Или вы преиспал... Вот сюда садитесь. Аллочка тоже поближе садитесь. Не сиди там сзади. У меня ощущение, что кто-то подглядывает. Да, да. И вас я прошу уже в третий раз. Сейчас буду просить четвертый. Пока не сядете, не начну. Пожалуйста, перестань, пожалуйста. Так, еще мне-то нужен стульчик все же. Все же стульчик я просила, чтобы у меня он был. Сейчас я уже... Так, на дно пересел. Это знаешь, как мужики стоят на дороге. Я говорю, посторонитесь, он в один сантиметр сторонится. Так, поэтому мне лучше, конечно, сидеть. Мы с вами начнем к следующему. Вы, поскольку вы пришли сюда, у вас, вероятно, есть какой-то резон. Вы пришли что-то спросить. С чем-то, может быть, не справляетесь. Что-то, может быть, за собой замечаете. Что-то такое, что вам не нравится. Может, у вас здают голос, может, вы устаете. Может, вы себя чувствуете неловко перед людьми, которые выступаете. Практически я могу ответить на любой, абсолютно любой вопрос, касающийся речи. Любой. Вот. Значит, поэтому... Может, у вас регистры хочется расширить. Нет, 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 туда вы не сядете. Мало того, что вы опоздали, вы еще куда-то черная, куда садитесь, на Камчатку. Вот сюда, все опоздавшие, вот сюда. Вот первый ряд. Значит, поэтому сейчас приготовьтесь. И мне кажется, гораздо будет интереснее, когда я не буду просто какую-то лекцию читать, а конкретно чем-то вам быть полезной. Что я постараюсь изо всех сил сделать. Это моя профессия, я с удовольствием буду ей делиться. Это мне доставляет удовольствие заниматься с вами. И у вас немножко пузырить, чего я буду тоже делать. Значит, поэтому спрашивайте. Сейчас они отвесят русскую паузу. Постсовковая пауза. Сейчас. Лог, молодец. Лог. Что? Лог, паразит. Когда ты обрежешься, мысль убегает, и начинаешь вот, знать. Ну, кроме слов паразитов, у вас очень плохой посыл речи. Вы без микрофона говорить не можете. И вы не подаете значения самим словам. Вы думаете, раз вы подумали, то я экстрасенс, я буду все это понимать без вашего этого вормотания. Значит, поэтому у вас не только проблема, а слова паразита получаются. Потому что если у вас будет выстроена речь, и будет выстроено дыхание, сейчас я это все покажу, по нему мысль. То у вас слов паразитов не будет. Значит, прежде всего надо аллергию привить к словам паразитов. Я вам буду очень обязана, если вы не будете говорить слово соответственно, когда ничего-ничему не соответствует в нашей стране. Это бесполезное слово. Когда вы будете говорить духовное составляющее, вообще любая составляющая, потому что есть прекрасные русские слова. Если вы скажете коммуницировать, вот это самые поганные слова в нашем лексиконе современном. Если вы скажете в разы, это тоже как-то странно звучит. Вот сейчас еще говорят ровно. Значит, ровно там не 20, там сколько, а сейчас по любому поводу вместо сказать точно говорят ровно. Вот это так называемый, это как вопрос о жаргонах, о моей теме. Это чиновничий жаргон. Но поскольку я считаю, что человек очень сильно отличается от чиновника, и наоборот, это еще Гоголь писал, у него были такие слова, по Елику Панежу были такие слова, очень в ходу во время Гоголя. То прежде всего, почему вообще мусор этот получается у любого человека? Я думаю, что это вопрос общий. В какой-то степени он касается всех вас. Согласны? Да. Согласна. Значит, это касается, прежде всего, вы должны наперед знать, как вы построите фразу. Раз. И как вы построите речевые периоды. Вот когда бормочет все подряд, то дыхание вас подводит. Ему нужен обязательно момент вдоха. Момент обратной связи. То есть, если я вам скажу, скажите, пожалуйста, обратная связь, я слушаю, привлечь мое внимание. Нужна пауза. И у вас еще не подступил этот текст по сути, по вашему нутру. А он подступил только в понятийном смысле этого слова. Понимаете? Поэтому обращение по русской грамоте, по русской культуре, по русскому фольклору. Сделайте цезуру. Дайте созреть остальному. Значит, Вероника Александровна, пауза. Я хочу вас спросить, пауза. Я уже настраиваюсь. То есть, вы уже смотрите, я уже на вас настроилась. Да? Почему у меня и как бороться со словами-паразитами? Это самое главное слово. Значит, когда вы говорите Веронике Александровне, о чем вы думаете? О паразитах. Это перспектива. А когда вы ляпаете все подряд, как макароны, то тогда у вас организм не подчиняется. Потому что организм наш настроен на обратную связь. Даже с природой, даже со взглядом. И вот сейчас я вам скажу, теперь пришло время сказать вам, чем я занимаюсь. У меня есть своя авторская система работы над... Лучше сюда сядьте. Понимаете, что? Вот человек должен иметь это пространство. Если кто-то сидит здесь, он уже мешает. Потому что будет смотреть сюда. Если человек не попадает, и один человек сидит там, я ради одного человека должна все вот это пространство переместить сюда к вам. Понимаете? Если человек сидит там, здесь пустые ряды, и один там сидит. Значит, он себя на себя берет очень много внимания. Потому что я должна смотреть, слушать человека или не слушать. Там на задних рядах никто никогда... Он сидит там и своими делами занимается, как правило. И вот те люди, которым надо заниматься, там, телефон, там, что-то еще, они садятся, как правило, на задние ряды. И когда, если вам... А вам всем придется публично выступать. Правильно? Прежде всего, делайте то, что сейчас я сделала. Авторитарным совершенно способом сделайте так, чтобы еще пустых мест не было. Почему я сейчас оставила пустые места? Потому что кто-то еще придет, и они как-то так заполнятся. Но на самом деле, сейчас вот так у меня более-менее комфортная ситуация. Кто-нибудь хочет пойти посмотреть отсюда? Ну вот вы посмотрите, пожалуйста, отсюда. Молчок-сверчок. Молчок-сверчок. Представьтесь, пожалуйста. Да, а кому же еще? На кого я смотрю? На что-то, наверное, кататься? Нет? Меня зовут Татьяна. Татьяна. Татьяна, кем вы работаете? Научным сотрудником музея. Научным сотрудником музея. Значит, вам приходится вести экскурсии? Мне. Приходится вести. Вам приходится выступать? Разумеется. Вот, теперь выйдите сюда, и встаньте рядом со мной. Возьмите меня сюда в своем месте. Я пришла вас слушать. А вы меня слушайте. Я пришла работать с людьми. В данном случае вы мне... Вы сбиваете... Я вам хочу показать, если вы будете допускать вот эту в себя, то у вас будет масса энергии уходить зазря. Встаньте, пожалуйста, сюда. Я веду мастер-класс. В мастер-классе участвуют все. Я жду. Кто-нибудь сядьте на это место. Вот так, молодой дождь. Сядьте вот на это место. Это, смотрите. Да, мы не слышим. Значит, смотрите. Вам... У вас существует понятие. Вот любой оратор, который стоит на нашем с вами месте, голос у вас очень хороший. Он достает пространство. Он тренированный. Он... Дельцы у вас хорошие. Значит, единственное, что здесь получаете. Вот сюда вы встаньте, на Серегу, где угодно. И вот смотрите, какая симметрия. Благодаря этому человеку. Ну, вы как раз сели так. И развернули корпус свой именно в эту сторону. Да, потому что... Что все ваше внимание направлено на дверь. И я сижу... Так, минуточку. Сядьте сюда. Сядьте сюда. Где будешь на улице? Здесь. Ну, правильно. Именно в той стороне. Ну, правильно. Вот я сижу. Вот вы так и смотрите на нас. Поэтому я сижу в поле вашего зрения. Я не думаю, что я вам мешаю. Значит, смотрите. Вы мешаете любому человеку. Прежде всего, если вы окажетесь на этом месте, вы мешаете себе. Почему? За пространством сидит один человек. Он отделяется от пространства. Это он постели однажды. Вот. А Аллач сидел в передней. Значит, я просто вам говорю, что, во-первых, это не уважение к тому, кто пришел. Второе, это, что это вам мешает, потому что и так есть перекос. А так еще перекос зацепленный на одного человека. Смотрите. Получается треугольник. Лучше всего иметь вот это пространство, которое похоже на полукруг. И вот вы сейчас нарушили это пространство. Я это говорю не потому, я справлюсь с любым временем родилась. Вот. А на самом деле, комментарии мне тоже не нужны. Если я сейчас могу вам комментариями заниматься, то я преподаю ораторское искусство, я могу сажать волошу так, чтобы из нее не вылезти три года. Так вот, значит, когда вы берете вот это пространство, вам это удобно. Я это всем говорю. Не для вас, а для всех. Когда кто-то сидит там, то волей-неволей он становится вершиной, и это говорит о его эгоцентризме. Что мы сейчас видим? То есть вы сейчас конкурируете со мной. А это не почему? Так я свободна. Конкурирует. Да. Одно. Вот так вот, все. Это смотрится, читается это так. Теперь вопрос. Значит, если я что-то говорю, это не относится к вашей личности, это не относится к вашему душе, к вашему мудру, и относится к тому, как читаетесь вы, то читаетесь вы так. Вы сейчас можете сказать, так, она там все вам рассказывает, и это главное. Вот как это смотрится. Все. А теперь садитесь прилично. Если назад туда сядете, я их выберу. Вот, значит, вот, спасибо. Но лучше теперь, вот когда я приходил, я, видите, заметила, сажаюсь сюда, чтобы, вот, да, спасибо, чтобы было вот это вот ощущение объятия, не ощущение треугольников и углов, поняли, и потратьте усилия, когда вы построите, вот сюда, если сядешь, будет хорошо, вот молодец, вот сюда, вот, вот так вот, вот, видите, ощущение семьи, ощущение близость, и ощущение, если хотите, объятие, потому что вы должны объять аудиторию. А что такое объять? Это сродни со слов обнимать. Вот, и все хорошие ораторы, у них или так руки, наверное, держатся, и, например, у Гитлера была потрясающая совершенно пластика, но он, у него пластика была экстатическое воздействие, вот. А вот у Левитана, я смотрела, он сидит за культом, значит, микрофоном, у него все время руки так. Он обнимает всех тех людей, и, ну, сами знаете, как он воздействует. Значит, за микрофоном ли вы, не за микрофоном, вы должны, вот почему я не люблю опоздавших, нет, неправильно показывайте мне, вот они здесь должны сидеть. Вот здесь теперь, вот здесь, и вот, чтобы я всех вас видела. И подальше, поближе, вот сюда по мне. Значит, друзья мои, мне сказали, что вы были где, у губернатора, где вы были? А почему вы опоздали? Вот сюда вот еще садитесь, здесь свободные места. И быстрее, быстрее, тут, как недоины, кому вы идете, девчонки? Вот сюда-сюда, на краю никто не садится, все, чтобы вы могли мне задать вопросы, видеть, все, что я вам говорю, чтобы в профиль к вам я не садилась. Вот сюда-сюда-сюда-сюда, вон там два места. Значит, то, чем я занимаюсь, называется метоника. Что такое метоника? Это метод, это мета. Студенты знают, что такое мета, да? Мета-физика, да? Метоника. Тон туда входит, потому что в общении необходима выработка определенного тона общения. Тона. Ника, туда входит мое имя. И еще Ка. Это по-древнеегипетски, это душа. Вот я это все собрала в названии моей системы. И туда входит знания, какие я получила и опыт. Ум дураков, он у меня есть. Вот, начиная там с Пифагора, с древнеегипетских каких-то, вот, то, что мы слышали или то, что мы читали. И кончая нашего времени. Вы сдержитесь, пожалуйста, от комментариев. Лучше, вот, если хотите какой-нибудь учебник, да, по ораторскому искусству, возьмите, пожалуйста, вот Платон. Возьмите, пожалуйста, древние какие-то вот учебники, даже не учебники, а соображения. И вы увидите, как это вам помогает, потому что это первоисточник. Мальчики, сообразите, куда садиться. Вот сюда, вот сюда, вот к середине, пожалуйста, ближе. К середине. Вот, вот сюда. Там можно научить, куда садиться, чтобы я это каждый раз не повторяла. Чтобы пустых мест не было передо мной. Так, и, пожалуй, мы закроем уже присутствие. Больше я опоздавшими заниматься не хочу. Вот сюда, на первое место, садитесь, самые ретивые, и больше всех получится. Ретивых нет. А? Я вот хочу, чтобы, ребят, получили. Да. Фейл здесь. Да. Ну, полученные отваршные кайты здесь, ребят. Не верны. Преассоциальные фейл здесь. Вы сейчас стоматологи. Есть. Теперь все. Спасибо. 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 Спасибо.